Питерская городская легенда Кто не понимал, начали крушить город А вечером в казармах гвардейского Волынского полка Унтер-офицер Кирпичников, сговорившись с другими командирами, поднял мятеж Мобилизованные солдаты и офицеры присоединились к протестующим А еще через неделю генерал-лейтенант Русский, ультрамонархист Шугин и депутат Гучков А также председатель Думы Родзянко, надеясь хоть как-то угомонить улицу Заставили императора Николая II отречься от престола Революция, начавшаяся скандалом в очереди за хлебом Закончилась в штабном вагоне поезда на станции Но что в Псковской губернии? Трехсотлетняя монархия пала за шесть дней Но что было дальше? Временное правительство, так любившее красивые речи Так не желавшее проводить реформы Власть и страну удержать не смогло В октябре их свергли большевики В то время довольно малочисленная партия Опиравшаяся на откровенно популистские лозунги В России начнется страшная гражданская война Говорят, что Яков Свердлов после штурма Зимнего дворца Который произошел в четверг Спросил у Ленина Владимир Ильич, как думаете, сколько мы продержимся? До понедельника Ответил ему вождь мировой революции В победу большевиков не верили, собственно, сами большевики Однако, кто победил, вы знаете Стоит задать себе вопрос, почему? Причин много Все они по-своему верны Но основных две Иллюстрацию первой вы найдете в советском вестерне Неуловимые мстители Когда красный шпион Валерка Хочет понравиться белогвардейскому штабс-капитану Овечкину Монархисту по убеждениям Он заказывает у хора Божий царя храни Да здравствует парламентская республика Я протестую Молчать, щенок Вся власть к учредительному собранию Да здравствует барон Брангель Давай, монарха! И в ресторане тут же начинается драка Дело в том, что идеология белого движения отсутствовала в принципе Никто толком не понимал и не мог объяснить, что же такое белое дело Ибо никакого понятного политического образа будущего народу предложено не было В то время как их противники, красные, были предельно конкретны Власть советов, фабрики рабочих, земли крестьянам Что из этого было потом сделано? Ничего А вторая причина победы красных – кадровая Большевики еще задолго до революции сумели вырастить огромный кадровый резерв И это в царской России Стране, где не было политики Им удалось подготовить очень сильных агитаторов, политиков и организаторов Из людей совершенно разных профессий и происхождения Что объединяло бывшего гвардейского капитана Тухачевского и заводского рабочего Фрунзе Сына богатых землевладельцев Троцкого и потомственного дипломата Чичерина А бывшего школьного учителя Рыкова и матроса Дыбенко Правильно, убеждение – единый образ будущего Белым было попросту нечего и некого противопоставить Они к борьбе за власть не готовились И потому белое движение было обречено, несмотря на массовый героизм и рыцарство многих из его участников Россия, нам надо поговорить Тот, кто не учит исторических уроков, вынужден ходить по кругу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова